В командном турнире сыграли более двух десятков звезд хоккея и тенниса. Пары подбирали с помощью жеребьевки. Открывали турнир команда второй ракетки мира 2004 года Анастасии Мыскиной и чемпиона мира призера Олимпийских игр Павла Буре. 20 лет назад на Кубке Кремля мы с Шамилем Ильичем играли в хоккей с теннисистами как раз в Олимпийском. Прошло 20 лет и теперь мы играем в теннис. Среди известных спортсменов и Солченко российская теннисистка, заслуженный мастер спорта Елена Веснина. Это невероятное счастье и удача посмотреть в деле в игре не только великих хоккеистов, но и выдающихся теннисистов и, можно сказать, поучаствовать в процессе. В открытии фестиваля принял участие Анатолий Пахомов. Глава Сочи отметил, во время 22-х Олимпийских зимних игр Адлер-арена приняла около 180 спортсменов-конькобежцев из 23 стран мира. Не пустует конькобежный центр и сейчас. Мы круглый год принимаем спортсменов со всей России, со всего мира. А это тоже очень интересное событие, которое позволяет нашему городу уверенно говорить, что все, что было создано в период подготовки к Олимпиаде, все олимпийское наследие работает на 100%. Одни из самых заметных событий, которые прошли после Олимпиады на площадке Адлер-арены, это первенство России по вольной борьбе среди юношей и Кубок Федерации по теннису среди женских команд России и Аргентины, в котором, кстати, наши теннисистки одержали победу. Продолжение следует...